Доброго времени суток, ребята, с вами Аракис, и мы продолжим войну гильдии. Вот одна из последних войн этой недели, не снимал я остальные, так как были сливные боя, нет смысла было это делать. Опачки, ультраноник был у нас в гильдии, посмотрим, так, славик 86, макака в дефе, ага, везде это ее от лидерка, кто у нас тут еще есть, а, мы еще и не победили, нужно чуть-чуть будет сбить, хотя я думаю, сколько там получается, 0,7%, это будет очень легко. Так, Дикач, Дикач, Хорус, или Эл Хорус, или Амати, короче. Итак, давайте начнем с ультраноника, конечно, интересный будет батл, во втором, я думаю, будем использовать раму, хотя, нет, рама мне будет нужен в первом бою, так как он должен будет станковать все это дело. И, 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 так скажем, для скорости, для лидерки, можно использовать пирата, да, прокачал пирата, но одет он у меня еще достаточно посредственно, так скажем, плохо даже. Хотя, нет, мы сделаем вот так вот. Я надеюсь просто, что Сиара не обгонит мою Хлою и не кинет бомбу быстрее на мою раму. Я очень на это надеюсь, хотя не думаю, что у Сиары будет там 235 скорости. Это бред абсолютно будет. Ладно, не 235, тут лидерка, но даже 200. У Сиары это очень много. Средняя Сиара это там 150-180 скорости. Итак, а сюда мы... Ой-ой-ой, а что же мы сюда будем использовать тогда? Вот это я не задумался. Кстати, тоже можно взять огнепак. Можно взять так, так. И, к примеру, вот так. Да, будет, я думаю, очень неплохо. Есть скорость, есть подхил, есть доты. Хотя, возможно, что-то будет и лучше, какой-то состав. Нет, здесь, в принципе, лидерка. Попробуем. Почему бы и нет? Начал собирать и Фрита, купил уже два куска на него. Да, надеюсь, выводит не водяной, так как он мне больше нужен. Так, и так, и так, закидываем эмонку. Чтоб бомба прошла просто в никуда. Так как Сиара абсолютно всегда юзает свой второй скилл. На моей практике, вот вы видите. И, кстати, если она не закинула бомбу, она третий скилл не юзает. И это, в принципе, очень классно сделано в защите. Так как раньше, насколько помню, она использовала свой третий скилл чуть бы не первым скиллом. Это было настолько глупо. Но как-то так. Видите, рама у меня теперь неплохо пробивает. За счет обновления рун. Я не хотел это, естественно, сделать. Но мне попалась в магазине руна вампирика. Шестизвездочная. Ой, ой. Это может быть больно. Нужно, я думаю, подхилить будет. Не рассчитывал я на такой расклад. Нужно добить хелку. Ой. 26 тысяч. А нет, слава богу, не гританул второй скилл. Так, ну теперь пускай бьет раму. Или будем... Нет, лучше ее добью. Так. Вся неделя на арене прошла... Ой, на арене, прошу прощения, на ГВ прошла как-то... Ну, в принципе, уныло, скучно. Так как сливная неделя была. На прошлой хотя бы было кого попить. И достойные противники. Сейчас же вся неделя это там 1-2 монстра. Монстра, которых ты заходишь там в войну проводишь за 3,5 секунды. В общем, не особо интересно это. Особенно для видео. Так, первый раунд победы. Хотя я думал, будет проще. Так, и так. Ну же, доты. Всем по дотам. Два стана. Отлично. Так, первого будем выносить Веромоса. Так, он снимает эти доты. И, следовательно, будет нам мешать. Так. Попробуем сбить Атакбар. Ну, что за лаги? Нокс, не подводи. Отлично. Раздуплился. Конечно же, от Тайрона у меня... Ой, Тайрона. Баретта у меня урона не особо много. Так он у меня одет для башни. Следовательно, у него там 28 тысяч хп. Хотя вроде бы и много, но его что-то пробивают. Ай-яй-яй. Ну, что ж ты привязался к Тайрону этому? Бей его. Не знаю. Ведро побей. Возможно, у них какая-то связь. Так, нужно добивать. Нужно добивать. Ай. Ой. Ого. 600 в гланс. Это было больно. Так. Пополним наше здоровье. О, неплохо. Виол сработал. Так. Собьем от Акбар. Я думаю, хватит этого. Да. Отлично. Добьем. Так как Валька уже третий скилл использовала. Следовательно, урона в одну цель она не внесет. Колоссального. Будет бить, естественно, только нашу девочку. Тем более с глансом. Ну, вы видите, урон. Часунка еще и с броней. Идеальный вариант. Ну, использовать вот так вот Вальку без Хлои. Это, наверное, у человека просто нет никаких других вариантов. Она ничего не может сделать, эта Валька, без Хлои. Так, хоть есть какой-то шанс и вариант, что Хлоя походит первая, там закинет щит. Валька жахнет своим третьим скиллом, убьет там одного-двоих. Вот это неплохой вариант. Так. Второй вариант. Кем мы будем бить? Я думаю, во втором варианте мы будем использовать пиратика. Пиратика. Да-да-да. Часовка я не думаю, что забьет очень сильно пирата. Хотя, с другой стороны, нет. Нужно огнепати. С другой стороны, этот Шейхо. Очень больно может жахнуть своим третьим скиллом. Что же будем делать? Угу. Ну, первый вариант. Точно будем бить через пирата, так как потерять его будет не жалко, если даже Коппер походит. А походит он 100% пирата. Так. И Валька. Я даже уже не знаю, как назвать этот состав. А то обновленный русский уже есть. Так. Что же будем делать здесь? Медведи, они могут просто сливать очень долго и уныло. Пассивку нам глушить нет смысла. Взять водяную апатию, что ли? К примеру, хотя есть Монка. Так, если вот попробовать так вот. Урона будет мало. Блин, здесь не угадаешь особо. Такой. Вот второе апатию меня немножко смущает. Ну, как немножко, очень сильно. Либо взять Бернарда. Даст нам скорость, походит фактически. Ну, не первый, но второй. Сколько у него там хп. Хотя и бить его будет только Хлоя. Поэтому, я думаю, он выживет. Вся надежда будет на нашего Вигоря. Игорька Петровича. Давайте попробуем, почему бы нет. Все равно пройдет в последней битвах на этой неделе. Так. Ну же, что выдаст наш пират. В очень посредственных рунах. Кстати, он абсолютно не точен. Так что третий скилл. На него надеется. Ну, ничего себе. Главное, что даст баф. Это для Вальки более нужно. И ударь Копера. Отлично. У Копера не бывает больше, там 15 тысяч хп. Естественно, их же одевают в деф. Неплохо. Как для его рун. 11 тысяч. Итак. Что будем делать тут-то? Первого будем убивать Макаку, так как он основной демедж дилер. Ну же. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Молодец. Ну что тут скажешь. Три тычки по 8 тысяч в Макаку. Честно говоря, думал он более будет тонковитый. Почему-то мне казалось, что действительно... Чуть-то мне казалось, что он будет более тонковитый. Ладно. Ну и здесь игра может немножко затянуться. За счет этих щитов, подхилов. Ай. Так. Баф. Ну, хорошо, что хоть часунка медленная. Но в виллах, естественно. Сейчас бы, конечно, крест, чтобы залетел. Было бы идеально. Так. Достаточно быстрая патия у меня оказалась. Ну же. Ну, конечно же. Раскол. Точнее, Гланс. Гланс не особо силен. Подхилимся. Скорость. Можно их обоих параллельно сливать. Так как сейчас часунка юзен баланс. Уже не используют. Так как уже подхилился. Или может первую хлою убить. Да, действительно. Почему бы нет? Сейчас у вегорчика откатится. Скил. Неплохо пахло и шесть тысяч. Опять же, я очень жду эшера. Собрались у меня свитки. Я надеюсь, на что-то мне да повезет. Да уж, бой затянется. Смотр. Ну, вот. Ну, вот. Ну, вот. Ну же, давай, 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 что-то будем делать. Так, есть. Так, попробуем теперь с Хлоей муторный бой. Отлично. Так, ну и осталась одна часунка. Ну же, умирай. Не лучший состав пати, я, конечно, наверное, подобрал. Очень долго бьет, но не самая главная победа, но все-таки победил, как-никак. Тем более, Бернарда я не часто юзаю. Мне задавали вопрос, почему я не ставлю Бернарда, к примеру, в лидерку для Катарины. И для Хлои ответ простой, нет бафа на атаку, а 30% винда это меньше, чем баф на атаку, отвечу так. Поэтому я буду использовать пирата, часунку, либо Меган, хотя Меган я думаю переодеть. Так, дикач. Интересный второй вариант, сейчас мы посмотрим, скорее всего, на него и нападем. Айхуру. Здесь можно через Мишку, здесь можно через Фальку. Этот, либо этот. Давайте с этим и поделимся. Так, сыграем через пирата, либо Меган. Пират, либо Меган. Нет, я думаю, Меган здесь будет лучше, так как есть Теомар, с которым можно будет снять его непобедимость. Так, смотрим, второе пати. Второе пати, ну я думаю, славно пережить. Поэтому побольше ХП. Побольше ХП. Так, нам нужен будет Мишка, Мишка сам не вытянет, так как есть и Мунка, Хлои. Будем использовать, я думаю, стандартные пати. Думаю, даже пожирнее пати. Так как Клюшин... Хотя нет, Клюшин не убьет. За своего прокаста моего ветру. Это надо 3 крита дать. Не в Гланс, ну вообще, короче, нереально. Так, поехали. Так, Аннабель очень медленная, надеюсь, не очень тонковитая. Так как видел, Аннабелек есть с 40 тысячи ХП. Это очень жирно, очень много для моей вальки. Это нужно 2 тычки дать именно в нее. Так, поехали. Лучшим раскладом будет это пить Аннабель и дать хотя бы одну тычку. В Томарсах. Ай, ну что же не крит. 95% шанса крита. Блин, сейчас она подхилит, скорее всего. Хотя они какие... Все эти шаманы могут использовать свой. Вот вы видите. Вместо того, чтобы подхилить, она дает массовку. Я уверен, что это будет как-то фикситься. Фиксиками. Вот. Не знаю, почему у нее так. Я уверен, что это работает неправильно. Скилл неправильно. Так же, как и у всех этих шаманов. Так, подхилл. Ну, я думаю, сейчас Меган приговорит его. Да. И те, кто говорят, что Меган обязательно нужно 100 точности. Посмотрите на мою Меган. Особо она не страдает, не печалится. У нее там точности под 40 или 50. И ничего живет. И фактически всегда снимает бафы. Еще и дебаф накладывает. Так, что будем делать здесь? Здесь, здесь, здесь. Контратака может стоять. Здесь контратака точно вряд ли стоит. Первое, естественно, нам нужно будет убить Люшена, так как он будет представлять проблему. Ну, урон вы видели от Люшена. Так же, как и от Арни. Не особо много. Так, до свидания, Люшен. Второй на очереди будет Арнольд. Хотя нет, лучше бьем, я думаю, нашу Хлою, так как с Хлоей дольше играться, просто по времени сократим. Так. Ну же. Отлично. Вилл сработал в тему, так как сейчас был бы под хил. Нет. На следующем ударе будем использовать. Интересно, через что я одет. Хотя, возможно, три энерджи сета. Бюджетный вариант. Идут некие споры, что же на него лучше. Виол. Либо, к примеру, там, Деспайр. Виол, Деспайр. Виол, Деспайр. Скажу так, что в атаке, хотя это не всегда... В атаке я бы использовал Виол. В защите Деспайр. Это я про Арнольд я говорю. На Бриане Деспайр всегда. Не тупите, не ставьте Виол. Это абсолютный бред. Разве что он у вас, конечно же, в разы лучше, чем ваш Деспайр. И у вас нет другого варианта. Тогда, естественно, это не обсуждается. Так, завершили мы Войну Гильдий. Сейчас покажу свой новый вариант, как я фармлю Дракона. В принципе, проведу статистику так, что где-то 19 с 20 я прохожу на автобой, то есть не парясь. И немного быстрее, чем раньше. Сейчас, кто у нас там идет в ведро? Веромос, конечно же. Белка. Кого я еще там использовал? Ага, Бернард. Нет. Я использовал Ахмана и Меган. Вот таким вот пати, таким составом. Очень хочу прокачать спектру, которую я уже тоже, не то чтобы мечтаю, все, нет времени на нее прокачать эту спектру. Так как вот, недавно я залил башню от первого по сотый этаж. Мне подсказали, да и в принципе я и сам это знал. Просто, так скажем, напомнили, что мою Шенон можно абсолютно заменить той же спектрой, потому что у Шенон третий скилл на баф, там, защиты атаки я фактически никогда не использую. Я лучше кину там первый скилл, либо второй, чтобы иметь шанс застанить монстра. Ну, либо просто накинуть какой-то гланц, там, либо замедление скорости со скиллов. Вот. Получается, спектра нам даст буст по скорости, даже не то чтобы буст по скорости, привилегию по скорости, так как мы будем постоянно поднижать скорость у всех монстров, у противников. Тот же, получается, дебаф на скорость, плюс еще и снижение атак бара на 50%, это очень много, я считаю. Очень-таки много, да. И мне так кажется, достаточно быстрая спектра, хотя бы с 200 скорости, хотя бы 200 скорости, во-первых, сможет и демиджи выдавать неплохо своим вторым скиллом, так как второй скилл у него демидж от хп противника, поэтому дамага может залетать достаточно неплохая. И что бы я еще хотел сказать, да и вообще спектра классный персонаж. Кстати, впервые, да, могу сам себя поздравить, впервые прошел версию харда 70 этаж, еле-еле ее осилил, серьезно для меня тяжело было. Нет, не в том плане, что я там 10 раз пытался, честно говоря, прошел с первого раза, не удивился, но вот до этого этажа я греб очень долго, на некоторых этажах даже где-то запинывался и порой проходил даже по 2-3 раза. Не всегда у меня получалось, где-то, конечно же, тупился скиллами, использовал от фонаря, но Дэвил Монт, второй Дэвил Монт за месяц халявный, это очень-таки неплохо, был этому рад. Сейчас я на 75 этаже, и если я так и чусь до 80, не помню, кто там на 80 должен быть в этом месяце, и пройти его, это будет очень хороший буст по кристаллам, так как 300 кристаллов, это очень неплохо. Хотя кристаллы, куда мне их сейчас тратить? Только в энку, и я их туда и трачу. То есть я не буду сейчас покупать паки, новые монстры мне, ну как сказать, нужны, не нужны, мне не во что их одеть. Вот с последнего вызова моих монстров вы видели, что я достал. Боже, я что не обрал заставку? Ладно. Вы видели, что я получил, и в принципе, даже их мне не во что одеть. Единственное, кого я более-менее одел, это пирата, хотя бы в скорость, у меня там в скорости получилось около 200, поэтому он у меня после Хлои очень быстро таки ходит. Хотя ему главное, чтобы он быстрее ходил моей Катарины, так как использовать я буду пока что только для Катарины. А что? Прошу прощения, видимо, я перестанавливал игру, взбились настройки, нужно будет полазить. Также, что еще? По поводу промокода, который также вылаживал недавно, прошу прощения, у кого не сработало, у вас там серый экран, не показывает код и подобные ошибки. Ну, серьезно, я лазил на форумах, честно скажу, не нашел я решения этого. 9 с 10 говорят, попробуйте взять, не знаю, там у мамки телефон и попробуйте использовать его в своих корыстных целях. Ну, попросту установить эту программу, зарегиться там через Google+, либо там, что там еще есть, Facebook, всякие там, какао, но это, я не знаю, что это за приложение, что это за социалки и вообще, что это такое. В общем, зарегиться и попробовать через них это сделать. Кстати, еще такой вопрос был для меня, точнее вопрос, человек 20, наверное, задали этот вопрос, а что будет, если, к примеру, через прокси, зайти там, не знаю, через браузер Тора, использовать, в общем, в чем прикол, так скажем, сделать некую накрутку. я не проверял, я не скажу, правда это неправда, возможно, невозможно, ну, лично моя логика подскажет, подсказывает и опыт в подобных играх, что этот код регистрируется для вашего именно аккаунта в игре, то есть, в Summonar War, то есть, в Комтуасе, я думаю, за этим следят, и накрутки в этом вряд ли, накрутку в этом вряд ли вы сможете осуществить, ну, мне так кажется, если у кого-то получится, ну, опять же, это ваши кристаллы, и буду за вас рад. Куча мистиков, куча энки, да, было бы неплохо, честно говоря, сам бы пообузил, только между нами, вот, поэтому, как-то так. Надеюсь, да, без обид, все-таки, судя по комментариям, многим в этом не то, чтобы помог, но приятный бонус дал, так как со мной поделился, человек, оу, ничего себе, вот вы видите, иногда дракон критует, поэтому сносит мою, мою ведрушку, он у меня самый тонкий, в плане хп и защиты, в соотношении, поэтому ведро у меня иногда умирает под конец, так как дракон, когда у него на 30%, точнее, уровень хп на 30%, он начинает бить сильнее, и, теперь, во всех своих видях, видео, веду рубрику в конце, где буду показывать, что же я выбил за, там, не знаю, промежуток времени, с первого видео, допустим, до последующего видео, то есть, буду показывать руны, которые я выбил, надеюсь, добавлять их в общий скрин, можно будет посмотреть, что да как, и так, в принципе, это и все на сегодня, что я хотел сказать, да показать, всем спасибо за просмотр данного видео, общайтесь, делитесь, всегда отвечу вконтакте вам, всем удачи, побед, пока! Субтитры сделал DimaTorzok